Рюрик жил в шестом и даже четвертом веке нынешней эры. Да, знаю, что такое название видео вызовет у многих единственный вопрос, который пишут простолюдины в стиле «что ты курил?». Ответ мой стандартный – ничего, потому что тратит деньги на какую-то фигню, которая всего лишь воняет и как-либо отвлекает, неинтересно. Посему вместо курения предпочитаю изучение старинных источников. И посему сейчас расскажу о двух князьях, носивших имя Рюрик, но живших, соответственно, за столетия до Рюрика Великого. Поэтому, да, называя видео «Рюрик, живший там в шестом, в четвертом веке», я, в общем-то, не сказал ничего, что было бы ложью. С другой стороны, конечно же, максимально глупые люди сразу решат, что я пытаюсь сконструировать что-то в стиле новохроноложества Фоменко-Носовского, а правильней было бы подумать все-таки шире. Итак, князь, который известен, о котором сейчас буду говорить, в исторических источниках известен под именем Эрарих. Эрарик, Эрарикус, даже Ариарикус, Ерарихус, Еарикус. Дело в том, что вот это Э в начале, как у Аорсов, потом известных как Оросы, как у Ругов, известных поначалу как Оруги или Урги в некоторых вариантах. Это начальная гласная, которая вот в наиболее архаичных версиях как этнонима Руги, так и некоторых имен в действительности присутствует. Но так или иначе, даже если ее сравнить, к примеру, с именем Эсперек, или Эсперерик, как называли князя Аспаруга, болгарского князя, болгарского, так сказать, отца отечества, то также это имя во многом соответствует. Кроме того, вот эта начальная Э, она аналогична, как у шведов и некоторых других северных народов, когда Рюрика называют Эриком или Эйриком, или Эрэриком. То есть, в общем-то, оно более-менее архаично, оно более-менее соответствует. К тому же, тут речь идет о шестом веке нынешней эры, то есть, когда еще никаких северных вариаций имени Рюрик не устоялось. Интересно, что он назван не Эрюриком, не Эрориком, а назван Эрарихом, что говорит о том, если, как бы, в общем-то, откинуть начальную вот эту гласную, то, получается, имя становится Рарих, или Рарикс, как бы правящий от имени Ра. Рарикс, Ра-царь. Можно сравнить это имя, например, с именем Санданакшатра, которое было известно у древних кемерийцев, Рогвалот тот же самый, ну и много других подобных имен со значением правитель, соответственно, от Всевышнего. Но здесь все сложнее, потому что начальная Ра не зря искажалась в значении Ру, Рю и так дальше, потому что начальный слог, он обозначал не Ра, и не столько, и не всегда Ра, он еще и обозначал Русь, Русинов, Ругов, и все в таком духе. Поэтому имя Рюрик не может интерпретироваться как всего лишь князь от Солнца, князь от Бога. Имя Рюрик должно интерпретироваться и как Русирекс. Берем же во внимание, что окончание Рекс – это окончание имен, в общем-то, правителей, в таком классическом, сарматском, даже кельто-сарматском стиле, где, допустим, у кельтов известны князья с именем, к примеру, тот же Верцингетерикс. Дальше, позднее уже в сарматском стиле, это будет тот же самый Артурикс. Ну и многие другие. Германарикс, Алдорикс, Теодорик и прочие, и прочие. До гибели там было этих имен с концовкой Рих, Рик, Рикс. И, в общем-то, имя Рюрик в данном контексте может интерпретироваться единственным способом, как Русирекс, то есть царь Руси. Так что так, ну, как бы царь Руси, с одной стороны, царь Русинов, Русов, Ругов, с другой стороны, как Рарих, царь от Всевышнего. Рарикс. Царь от Ра. Хотя на момент 541 года, на момент 500-х годов, это имя звучало еще как Эрарих. В истории, вполне себе признанной, вполне себе официальной, известен данный Эрарих, как правитель Ругов, который покорил Остготов и правил ими, к сожалению, всего лишь около 5 месяцев, в середине 6 века. Ну, то есть, Ругами он-то правил больше, он был князем Ругов. А вот Остготов он покорил всего лишь на 5 месяцев. Если бы ему удалось, ну, у нас, возможно, была бы Русинская Западная Римская Империя, или Русинская Италия, Русинская Италия и Испания. Какая-нибудь Италийская Русь, или что-нибудь в таком духе. Но не сложилось. Готы не поддержали, потому что, во-первых, он происходил не из готов, а он происходил из русинов. То есть, с русинами, с одной стороны, они русинов, Ругов уважали, почитали, считали, что они древние, знатные, все дела, все дела. А с другой стороны, все-таки, некоторое отторжение к ним было, но тоже по другим причинам. Итак, все это было на территории Италии, и в основном с упором на территорию Венеции. Вероятнее всего, Эрарих вступил на престол около мая 541 года, а уже был свергнут и убит около октября 541 года. Народ его, народ Ругов, династия Ругов его поддерживала. Он был избран как самой выдающейся из среды Ругов и вообще из всех лидеров, из всех знатных людей в тогдашнем Остготском королевстве, в осколках Остготской державы, по сути дела, в некой Остготской конфедерации, на руинах готского государства. Тем не менее, династия Ругов не могла полностью подчинить Остготов своей власти, не могла полностью их как-то контролировать, и получалось, что с одной стороны Ругов слишком много, чтобы готы просто посчитали их лишь царственным родом, с другой стороны Ругов слишком мало, чтобы они могли реально подчинить всех готов, и как некие такие жандармы-надсмотрщики контролировать их. Это не получилось, и дальше, когда Эрарих пытался как-то нормализовать взаимодействие с Византией, ну и вообще нормализовать ситуацию в стране со стороны готов, это вызвало к нему недоверие, это вызвало к нему ненависть, и, в общем-то, позднее наряду с происками агентов Византии, это привело к тому, что готы его свергли и убили. Тем не менее, он отправлял послов к Юстиниану Первому, он пытался восстановить хоть что-то из того, что уничтожил Велизарий. Однако, позднее взбунтовавшиеся готы выбрали себе в правители племянника Ильдебада Татилу. Ну и Татила стал новым предводителем, новым королем готов. Интересно, имя этого Татилы, имя Татилы, кстати, существует в некоторых вариантах, в некоторых тоже своих интерпретациях, причем там достаточно все сложно. И у Татилы также был эпитет Будила. То есть, как бы, наследие, связь с Аттилой у Татилы не только в общем звучании имени, ее там много. И в эпитетах, и еще, и еще, и еще раз, и еще снова, и еще раз. И еще много-много раз. Но об этом я буду говорить отдельно, когда буду говорить о самом Татиле, и в контексте труда Прокопия Кисарийского, и в контексте вообще каких-то исторических осмыслений касательно Остгодской и вообще Годских династий. Интересно, что корону Эрариха сохранили и спасли священно-мученики князья Азбодагискл и Теодагискл, которые практически своим военным подвигом отбили нападавших на них Остготов, сторонников Татилы, и передали через посла данную корону в Ретру. Ее привез Винлец, посол, соответственно, Эрариха, отправленный туда Азбодагисклом и Теодагисклом. Конечно же, когда уже дело было сделано, ну и не имея возможности сдерживать и вдвоем бороться с тысячами Годов, Азбодагискл и Теодагискл героически оставили этот мир, а вот благодаря их подвигу, соответственно, корона отправилась в Ретру, и там сохранялось, и там этой короной короновались последующие святые князья славян, начиная от Азбодагаста меньшего и продолжая, включая и Рюрика Великого, уже нашего Рюрика, великого князя, наследного князя западных славян, позднее реорганизовавшего Русь. Детальнее истории про Рюрика итальянского или Рюрика венецкого, если хотите, можете почитать в книге Прокопия Кесарийского «Война с Готами», книга третья, главы первая, двадцатая, можете почитать труд Вольфрама Хервига «Готы от истоков до середины шестого века», ну, можете, в принципе, вообще в интернетах каких-то википедиях поискать, что известно про Эрариха, ну, и так далее. Вот такая история Рюрика шестого века нынешней эры. Но был еще князь, имя которого отчасти сопоставимо с именем Рюрик только уже за четвертый век нынешней эры. Имя несколько сложное, и имя может быть связано не только с именем непосредственно Эрарих, не только с какими-то прототипами имени Рюрика, но и попросту с именем Арий. Но так или иначе, имя звучит как Ариарих. Поскольку неизвестно каким было автентичное написание и что исказилось при римских транскрипциях, то как бы выковерить исконные корни, что здесь было корнем, что интерпретацией, что, так сказать, царственным окончанием и так дальше неизвестно. Вот это имя Ариарих может быть вариацией имени прототипа имени Эрарих, то есть, в общем-то, царь Ругов от Солнца, от Огня, от Пламени, от Рарага, условно говоря, Русирекс. А может быть вариацией имени как Ариарекс, то есть, или Рекс Аревычей, или, соответственно, царственный Аревыч. Поэтому тут напрямую вот этого князя считать условно Рюриком 4 века не совсем, не совсем правильно, но тем не менее некоторые аспекты имени схожи, поэтому пара слов все-таки скажу. Происходил из династии Ругов, но также правил Готами. Тогда еще правил, в общем-то, более крупным осколком Готских династий, чем его, соответственно, далекий потомок в 6 веке. известно, что около 328-го, ну вообще 330-х скажем так годов римский византийский император-узурпатор Константин строил мост через Дунай, строил множество там своих укреплений направленных против славян, заключал, пытался заключить с некоторыми сарматами, с некоторыми другими, какие-то свои сепаратные сговоры, и пытался разными способами и через интриги, и войной, и так, и этак, подчинить себе готов, а желательно и не только готов, а пойти дальше и подчинить и сарматов, и много кого другого. В частности, одно из таких вторжений произошло зимой 332 года, и тут по разным вариациям истории, то ли он взял в плен, то ли просто вынудил вследствие военного превосходства, но так или иначе, он заставил Ариарика подписать с ним договор, который чаще всего трактуют как Феодус, то есть, по сути дела, федеральный договор, то есть, по сути, он заставил данного князя стать федератом Римской империи, и вероятнее всего, именно с этой истории начинается некая такая историческая преемственность, историческая традиция, что ли сказать, о том, как готы являются федератами Римской империи. Федераты в том плане, что их государство как бы является младшим государством в неком содружестве с Римской империей, они связаны с этой империей, они почуть перенимают аспекты этой империи и защищают ее, то есть, по сути дела, являются такой какой-то младшей привитой ветвью к основному организму Римской империи. Тем не менее, история в данном контексте не настолько и важна, важно то, что существовало в четвертом веке имя Ариарик, в некоторых случаях также трактуемое как Эрьярик, оно похоже и с именем Рюрика отчасти, и, конечно, оно похоже с именем Орика или Горика, допустим, датского короля союзника Рюрика. То есть, так или иначе, и на территории Дании, и на территории западных славян правили те рода, которые были связаны с Ругами и с Готами, соответственно, более ранних столетий, и если в официальной трактовке, если начиная от Иордана и всяких других тогдашних историков, рассматривается и преувеличивается всего лишь то, как часть германская, протогерманская, как ее хотите называть, знати, пришла с территории Скандинавии в Европу, как бы вопрос еще не рассматривается, откуда вы они пришли в Скандинавию, почему они пришли в Европу, так или иначе, все равно говорится, вот скандинавы пришли в Европу, началось великое переселение, но тут мы видим на самом деле другое, тут мы видим, что вот на территории Европы существуют какие-то склейки Готов и Ругов, какие-то налаженные между ними взаимодействия, конфликтные, неконфликтные, сотрудничества и так далее, и дальше, позднее это все перенесется на территорию Дании, на территорию Скандинавии. Та же самая мифология. У континентальных германцев, у славян, у других народов не сохранилось преданий о Скандинавии, не сохранилась история о том, как наши далекие предки или наши там какие-то боги в древние то времена в Скандинавии бились-то за речку, то за ручей, да за еще что-нибудь. Не сохранилось мифологических упоминаний какой-нибудь Упсалы и так далее, и тому подобное. А вот в скандинавских, в исландских источниках, даже в датских сохранилось огромное количество упоминаний южных, восточных земель, упоминания Дона, Тана и Сатана Квисля и землеванов, то есть Алант, Анаитов, которые жили рядом с ним. Упоминания Асгарда, Асов, то есть языгов одного из сарматских народов. Упоминания тех же самых Равмеев, Хримтурсов, упоминания Йотунов, то есть Хазар и еще многое-многое кого другого. Поэтому на основании мифологии даже германо-скандинавской можно однозначно установить, что сложилась она именно на территории Европы, преимущественно Восточной Европы. Некоторые аспекты взаимодействия, дальнейшего взаимодействия датских и других династий с теми же франками, которые провозгласили себя наследниками Римской империи, сложились еще на Дунае, еще в 4 веке, еще во времена императора Константина. Снова же не с территории Дании, Дании на территорию Дуная, а с территории Дуная на территорию Дании, то есть как раз с территории Европы в сторону Скандинавии. Вот именно таким было направление распространения основного переселения, основного занесения саг, сказаний, культуры, ну и соответственно заносили это туда не в книжечках, а заносили это туда люди, которые туда переселялись и физически с собой в своих мозгах туда это все и заносили. Такая это веха к истории, такая это веха к теме великого переселения народов и к существованию прототипов имени Эрарих, Рарих, в частности уругов. И вот берем повесть временных лет, там Русь и Рюрик. Берем Прокопия Кесарийского, соответственно Войну с Готами, третью книгу главы первая двадцатая, там у нас Руги и Эрарих. Из этого видим, что Эрарих имя, которое в формате как Русирекс или Руирекс может переводиться как Царь Ругов. Ну и учитывая, что Руги имя Руг, этноним Руг могло приобретать гласную в своем начале. как Оруг, Эруг и так далее. И соответственно из этого и имя Рурик Эрарих превращалось вот в общем-то как Эрарих. Связь есть с тем, как соответственно древняя форма этнонима Аорсы превратилась в Росы Русы на территории Приднепровья. И все это часть нашей истории все это дополнительная веха связывающая тысячелетия. Субтитры Субтитры